В таком формате глава региона Андрей Клочков и члены самой многочисленной фракции областного совета Единой России встречаются не первый раз. Среди предметов обсуждения реализация приоритетных программ и проектов, параметры главного финдокумента региона на 2019 год. На предстоящей сессии закон об областном бюджете будет принят во втором чтении. Сегодня тот конструктивный диалог, который выстроен, должен дать самый главный результат в пользу жителям, чтобы жители не просто знали о нем, а чувствовали, ощущали о конкретных делах, будь то во дворах, будь то в каких-то решениях, более глобальных задачах, которые сегодня перед нами стоят. Областной бюджет будет рассмотрен во втором чтении с учетом ряда значимых поправок. Целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличились по направлениям на образование на 369,4 миллиона рублей, на здравоохранение 607,9 миллиона рублей, соцзащита плюс 25,9 миллиона рублей, это к тем федеральным средствам, к субвенциям, которые у нас были уже распределены к первому чтению. По культуре плюс 51,2 миллиона рублей, труд и занятость 19 миллионов рублей, сельское хозяйство плюс 121 миллион рублей, поддержка малого предпринимательства плюс 74,8 миллиона рублей. Те поправки, которые мы подготовили, ну они действительно глобальные, порядка на 3,5 миллиарда рублей, но мы прекрасно понимаем в рамках того бюджета, часть этих поправок вошли. Андрей Евгеньевич, прошу часть этих поправок в течение года посмотреть по значимости, по важности. Все направления, это образование, культура, молодежная политика, спорт и туризм, фактически все затратные, все находятся на бюджете Росковской области. Хотел бы сказать большое спасибо, Андрей Евгеньевич, вашу финансово-экономическую блоку за то понимание, за ту работу, которую мы проделали за этот месяц. Фактически 656 миллионов рублей было между первым и вторым чтением изысканно и добавлено на эти статьи расходов. Приоритеты и задачи неизменны. Среди них укрепление позиций региона, исполнение всех губернаторских программ, улучшение качества жизни орловчан. Примеры того, что удалось сделать в 2018 году в каждом муниципальном образовании области. Ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, реконструкция спортивных залов и строительство площадок для занятий физкультурой, приобретение новых передвижных медицинских комплексов для районов области, поступление современной и столь необходимой техники впереди. Андрей Евгеньевич, хотел бы выразить тоже благодарность за те передвижные фельдшерско-кушерские пункты, которые сегодня область приобрела. Это вселяет надежду, что даже в отдаленных, где менее 100-50 жителей, приедут врачи, обследуют жителей, проведут профилактические медицинские мероприятия. Это очень-очень хорошо. Мы в этом году до конца года получим 70 школьных автобусов. Мы на 100% закрываем проблему 10-летних автобусов. Но со всеми муниципальными образованиями мы договорились. Все те автобусы, которые находятся в нормальном виде после обследования специализированной организации, должны эксплуатироваться дальше по иным назначениям. У нас много вопросов, которые есть в районах. Поэтому, мне кажется, этот груз, который мы с вами вместе сняли с плеч, но и еще одна, у нас сейчас стоят уже в области 12 автомобилей скорой помощи, разные категории. И до конца года мы планируем, и сейчас работу ведем с Департаментом здравоохранения вместе и Минздравом, получение еще 8 машин скорой помощи до конца года. Надеюсь, из резервов мы сможем их получить, чтобы 20 машин, это и А, и Б, и С, там разный объем, чтобы мы заместим. На первом месте должны быть интересы жителей. В этом представители законодательной и исполнительной власти единогласны. Я не менял свою позицию. У нас с вами оптимизация в первую очередь должна касаться административных единиц, не тех людей, кто оказывает конкретную услугу. Это, ну, просто видим иногда, что у нас начальников столько, что лечить и учить некому. Вот с начальниками надо, я думаю, что разбираться. И вы знаете, что мы поставили задачу сейчас до 30% сокращения органов госполастия, исполнительной власти. То есть непростой путь, но он вынужденный, крайне нужный, и мы, несмотря на все сложности, его пройдем. Дальше уже будем смотреть. Надеюсь на понимание, поддержку, потому что это, с одной стороны, и экономия средств, но самое главное – это повышение эффективности работы каждого подразделения, а не просто создание структуры. Политика, которая заложена в бюджет, направлена на реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации в майском указе 2018 года. Среди главных – вхождение России в пятерку стран с наибольшими объемами экономики, повышение темпов экономического роста выше среднемировых, увеличение продолжительности жизни граждан, повышение уровня оплаты труда, повышение пенсий – приводят слова министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова в федеральные СМИ. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.